МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За кулиси шоу-бизнеса Собчак медленно начинает становиться персоной Нонграта. Телеведущую отстранили от проведения конкурса красоты Miss Russian United Stage в Лос-Анджелесе. За день до мероприятия Ксению заменили на Анну Седокову. Плюс из-за скандала с аварией Собчак больше не может зарабатывать с рекламных интеграций в соцсетях и на YouTube. Наступает голодный 2022-й. Кристина Асмус в очередной раз спорит со своими подписчиками. Теперь актриса решила расставить все точки на дьо в вопросе о своей личной жизни. Асмус рассказала, что, оказывается, ее семья, друзья и коллеги уже давно знакомы с ее новым возлюбленным. Получается, что не знают про ее бойфренда только любопытные поклонники. На всю страну такой один Николаю Баскову исполнилось 45 лет. Николай Басков с размахом отметил свой 45-й день рождения. И хоть именинник весь вечер и не выпускал микрофон из рук, на сцену удалось прорваться Константину Меладзе, Григорию Лепсу, Полине Гагариной, дискотеке аварии и Любочке Успенской. Сразу понятно, когда именно проходила молодость певца. Но больше всего на этом празднике жизни нас поразил торт. Мы, конечно, знаем о непомерном самомнении представителей нашей эстрады, но золото и царские короны оставили неизгладимое впечатление. 18 октября свой день рождения отпраздновала неотразимая Светлана Лобода. Артистке исполнилось 39 лет. Поздравить Светлану успели многие звезды шоу-бизнеса, среди которых Николай Басков, Монатик, Алан Бадоев, Анжелика Рева и многие другие. Поклонники исполнительницы пожелали ей вдохновения, счастья и любви. Мы ее также поздравляем от лица телеканала. Желаем Светлане Лободе двигаться вперед, не терять свой шарм и держать топ-планку, которая уже столько лет сопровождает артистку. И с нетерпением ждем ее выступления в Минске 6 ноября. Рок-музыканты на то и рок-музыканты, чтобы и в преклонном возрасте давать огня. Один из основателей и лидеров легендарной группы Pink Floyd, 78-летний Роджер Уотерс женился в пятый раз. Его избранницей стала 43-летняя Камила Чавес, которая до этого работала у него водителем. История любви достойная голливудской экранизации. Молодожены отпраздновали свадьбу в Хэмптоне в особняке Уотерса. Желаем счастья паре и напоминаем, что любви все возрасты покорны. Ольга Бузова стала мисс вселенной на конкурсе в Турции. Телеведущая Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками радостной новостью. Недавно ее наградили титулом Miss Universe Beauty Евразия на ежегодном фестивале Miss International. Артистка поблагодарила всех за поддержку и сообщила о том, что она снялась в голливудском фильме. Но главным событием лично для меня стало другое. Я снялась в голливудском фильме, но все подробности позже. Спасибо всем, кто верит в меня. Дальше больше заинтриговала поклонников Бузова. Плохие дни бывают у икон стиля тоже. Виктория Бекхам сходила на Доброе утро Америка. Да так, что уже который день всех бомбит. Вике, кстати, надо отдать должное. Она нормально восприняла критику и даже сама посмеялась над тем, насколько ее вырвигла снаряд, похож на костюм мистера Макдональда. Единственное сделала вид, что не заметила негатив по поводу чрезмерного увлечения филлерами и ботексом. Это тот случай, когда получаешь не за возраст и попытки омолодиться с помощью косметологии, а за чрезмерное увлечение фильтрами в Инстаграм. Леди Гага тоже готовится к похолоданию и вот шила себе уютный валютный шарфик. Но тут неожиданно вмешалась Клава Кока и обвинила Леди Гагу в краже Боа в виде долларов. Говорит, аксессуар придумала и смастерила лично ее сестра. А теперь он оказался на шее кумира миллионов. Одно из двух. Либо Гага ходит по московским гримеркам, либо сестра Коки ей что-то недоговаривает. Леннон тот еще фрукт. По крайней мере, такое впечатление складывается после свежего интервью Пола Маккартни. Там сэр Пол объясняет, что народ зря полвека винит его в распаде Битлз. Дания инициировал раскол группы, а Джонни сказал Пол в обнародованных фрагментах из свежего интервью BBC. И добавил, что он-то как раз хотел, чтобы биты играли и дальше. Это была моя группа, моя работа, моя жизнь. Я хотел продолжать. Но у Джона по словам Маккартни тогда уже началась новая жизнь с Йока. Джон всегда хотел освободиться от общественных оков, объяснил Пол. Его воспитывала довольно репрессивная тетя Мими, и вот поэтому он всегда хотел выбраться из-под какого-либо давления. И добавил, Джон однажды пришел и сказал, я ухожу из Битлз. Это можно считать толчком к распаду. Не находите? Поделили. Не поровну, но по-честному. После развода Элджей и Настей Ивлеева поделили имущество. Насте остался дом стоимостью примерно 30 миллионов рублей, площадью 364 квадратных метра, участок в 4 гектара и 5 крутых тачек. Общая стоимость всего близится к 150 миллионам. А что же Леха оставил себе? Две машины Хаммер H2 и БМВ И8. И прописку в маминой квартире в Новосибирске. Недавно СМИ облетела новость. Веру, а также ее бывшую коллегу по Виагре Альбину Джанабаеву не позвали на празднование дня рождения матери братьев Меладзе. Нелли Акакиевне исполнилось 87 лет. Рядом были сыновья и внуки. Но где же знаменитые невестки? Поклонники стали переживать. Неужели родители музыкантов так и не смогли принять певиц в семью? Это люди традиционных устоев, когда вместе надолго, много лет. Понятное дело, что они, наверное, были не в восторге, когда произошел этот разрыв. Вера ответила. Поводов для волнения нет. У нее очень теплые отношения со свекровью. Они прекрасно ладят. Просто в день торжества Брежнева была на гастролях, которые не могла отменить. Но прислала вместо себя маму. Мы, к сожалению, не виделись. Я в этот момент была в другом городе, в другой стране даже. Так что мы поговорили по телефону. Моя мама присутствовала там, поэтому все хорошо. По словам звезды, ее не задевают сплетни и злобные комментарии. Закалило трудное детство. К недоброжелателям относятся спокойно. И даже в чем-то им благодарны. Ведь отчасти именно благодаря им она добилась такого успеха. На сегодня это все новости. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. С вами была Маргарита Качанович. И до встречи на следующей неделе. В общем, мы сегодня решили снять клип. Все подготовили. Но случилось непредвиденное. Позвонил оператор. Точнее, написал и говорил. И сказал вот что. Гороче, у нас нет оператора. В общем, друзья, давайте так. Мы сейчас попробуем снять клип на телефон. И покажем вам, что получилось. Пока так. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Видишь, как грустят твои глаза. Здравствуй, незнакомый. Сегодня я один. В ультрафиолете. Неустанно я танцую. В небо запускаю свой невыносимый сплит. На минус, минус дают плюсы. Мы не думая рискуем. Дни, минутами. Так запутаны. Мысли отпустили. На одном моменте. Своё настроение. Своё настроение. Своё настроение. Нужен только ты. 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 Нам нужен ты. Здравствуй, незнакомый. Ты почему одна? В ультрафиолете. Белокурая танцуешь. Видом даешь знать, но подойти к тебе нельзя. Но обманув твои радары, я не думая рискую. Медленно минутами тает лёд внутри. Твоего бокала ускоряя рифм, танцуем. Лёгкие, как песни, мы с ней белый-белый ты. И втянув затяг друг друга, кольца в небо выпускаю. Дни, минутами. Так запутаны. Мысли отпустили. На одном моменте. Своё настроение. Своё настроение. Своё настроение. Нужен только ты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Finneas выпустил «Оптимистичный дебютник». Never Love замени не лав метал на секс метал, а Coldplay представили, как может звучать музыка Сфер. Сверкай, Маркул и многие другие порадовали на этой неделе новинками. С вами Диана Танина, музыкальная школа Jam. Never Love представили очередной альбом «Секс метал». Это пятая большая премьера за полтора года. Музыканты считают новинку своей самой взрослой работой. Заголовок релиза намекает на логичное развитие жанра, ведь изначально группа исполняла так называемый лав метал. Теперь новый термин «Секс метал» оправдали более тяжелым звуком и провокационно откровенными текстами. Coldplay выпустили альбом «Music of the Spheres». Думаем, вы будете не против, если мы выскажемся за всех. Наконец-то! Артисты, конечно, знают толк в томительном ожидании. Почти полгода группа подогревала публику к этому релизу. И вот первый студийный альбом за два года молчания наконец тут. Остается только скорее слушать. Представьте, каким был бы мир, если бы приложение вроде «Шазам» распознавало не только треки, но и любимых людей. Представили? А кучер об этом спела в своей новой песне «Шазам». Это история о том, как девушка невольно пытается найти человека, напоминающего ее бывшего возлюбленного. Но все ее поиски тщетны, и она задумывается, а не проще ли просто отпустить? А как считаете вы, стоит ли гнаться за тенью прошлой любви? У нас две виниловые новости и обе хорошие. Первая про хип-хоп с восточного побережья США. Вышло переиздание легендарного альбома «Ready to Die» на Тариус Биг с оригинальной обложкой 1994 года. В продаже появились две версии – на классическом черном виниле и в лимитированном издании на серебристом виниле. Вторая новость не менее радостная. Переиздан альбом «Сателлайт», который принес группе POT три номинации на Грэмми. Пластинка «Сателлайт 20th Anniversary Edition» выпущена на двойном виниле в рамках акции «Роктобер» от компании Райна. В общем, ценность для коллекционеров зашкаливает. Помимо винилового издания, «Сателлайт» вышел на CD. Если вы фанат этого носителя, обязательно присмотритесь к новинке. 17-летний парень с пустыми карманами и успешный мужчина, рассекающий на новом «Ламборджине Урус». Казалось бы, какая пропасть лежит между ними? Какой путь нужно пройти, чтобы первый стал вторым? Ответы ищите в новом сингле и клипе Егора Криды «Ламбо Урус». Это очень личная история о падениях и взлетах, разочарования и успехи, рассказанная честно и открыто. Дорофеева во второй раз записалась со скриптонитом. Новый фит получил название «Невеста». Вас ждет танцевальный бит и абстрактный текст. Экс-солистка группы «Время и стекло» пристала в образе сбежавшей невесты, которая отрывается на андеграундном танцполе. «Зиверт» выпустила сиквел альбома «Винил-1», который когда-то сделал ее невероятно популярной. «Винил-2» получился ностальгичным, чувственным и легким, по словам самой исполнительницы, с духом виниловых пластинок из старого кино. Телепузики выпустили танцевальный альбом. В пластинку вошли 10 танцевальных треков, на каждой из которых герои популярной детской программы выпустили клипы. Они опубликованы на специальном канале телешоу в YouTube. «Алма», музыкант и исполнитель из Обнинска, записал совместную композицию с одним из своих кумиров юности – Иваном Дорном. Трек «Калейдоскоп» представлен на проекте «Голоса большей страны», в рамках которого малоизвестные исполнители получают возможность по работе со звездами музыкальной индустрии. Ранее в проекте уже приняли участие такие артисты, как Айова, Сузанна, группа «Хлеб», Антон Беляев и Пицца. Кроме того, каждый сингл сопровождается видеороликом, демонстрирующим процесс записи получившегося трека. «Калейдоскоп» не стал исключением. Легенда хип-хоп-индустрии Snoop Dogg назвал точную дату выхода нового альбома «Алгоритм» и показал его обложку. Релиз поступит на площадке 12 ноября, а гостями на пластинке точно станут Бенни Зе Батчер, Баста Раймс и Джадо Кис. Помимо этого, недавно анонсированный трек с Eminem также может войти в финальный трек-лист лонгплея. В своем инстаграм артист поделился коротким отрывком нового трека, который войдет в грядущий релиз. На сегодня у меня все новости. С вами была Диана Танина, музыкальная школа джем. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Нам есть о чем с ней помолчать. Мы так любим это делать в темноте. Безумный город будет спать под мамно-тонный шум дождя. Я украду ее у всех медленно. Расскажи мне всю неправду о себе. Медленно мы вдвоем, и нам не важно, что теперь с нами будет. Мы рискуем снова-снова. Сбежавшие друг к другу люди. Вместе снова кусаем жадно свои губы. Нам есть о чем с ней помолчать. Мы не чужие люди. Нам есть о чем с ней помолчать. И этот белый, 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 белый ты. Они побудут все внизу. Они ведь даже не поймут, что мы, закрыв глаза, летим. Медленно. Мы вдвоем, и нам не важно, что теперь с нами будет. Мы рискуем снова-снова. Сбежавшие друг к другу люди вместе снова. Пускаем жадно свои губы. Нам есть о чем с ним помолчать. Мы не чужие люди. Факты мировых чартов. Результаты чартов – Билборд, Спотифай, Яндекс.Музыка и Шазам! Беларусь. С вами Анастасия Кравченко. Немного фактов из мировых чартов. Кристина Агилера опубликовала тизер нового видео. Судя по всему, продюсер трека Пами и Михаэл Рафаэл Аркауте – неоднократный номинант и обладатель премии Latin Grammy. Также он много работает с певицей Нати Пилусо, которая, по слухам, участвует в треке. Долгожданное возвращение Адель с хитом «Easy on Miss» провоцировало подъем в стриминге баллад других исполнителей. Таким образом, альбом Lady Gaga Joanne набрал более 500 тысяч прослушиваний в Спотифай, продемонстрировав подъем в 27% в прошлую пятницу. Стоит отметить, что хит «Million Reasons» был прослушан 350 тысяч раз. Баллады из альбома саундтреков к фильму «Звезда родилась» тоже не остались без внимания слушателей. Оскар-оносный хит «Shellow» набрал 960 тысяч прослушиваний в пятницу, в то время как баллады «Always Remember Us This Way» прослушали 550 тысяч раз, что является лучшим результатом для данных композиций в этом месяце. Среди всех европейских отделений Спотифай, единственным, где Адель не смогла войти даже в топ-20, является Россия. Сейчас песня занимает 53 место. «This is what you came for» Рианы преодолел отметку в 1 миллиард 200 миллионов воспроизведений в мировом Спотифай. Новый альбом Markula Sense of Human возглавил альбомные чарты Apple Music и ВКонтакте, а также занял второе место в iTunes Альбом. Альбом за два дня набрал более 3 миллионов прослушиваний во ВКонтакте. 18 треков с альбома входит в топ-50 в Спотифай. Сингл «Зая Клавы Кока» преодолел порог в 5 миллионов прослушиваний на стриминговом сервисе Спотифай. Это пятая композиция для исполнительницы с таким показателем. Видеосплит Макса Барских «Туманы неверные» преодолел порог в 180 миллионов просмотров на YouTube. Это первый клип для исполнителя с таким результатом. Хит-сингл «Ты горишь, как огонь» слава Мерлоу» преодолел порог в 20 миллионов прослушиваний на стриминговом сервисе Спотифай. Это четвертая композиция для исполнителя с таким показателем. Дуа Липа и Элтон Джон возглавили чарт Великобритании. Совместный хит британских артистов «Cold Heart» на этой неделе прекратил 15-недельное правление Эда Широна в главном чарте Соединенного Королевства, достигнув его вершины. Это восьмой, а также первый за последние 16 лет номер один в карьере Элтона, а также третий для Дуа Липы. «Доджи Акет» стала вторым артистом в истории, три песни которого одновременно вошли в топ-10 американского поп-радио. Группа «Cold Place» с композицией «Let Somebody Go», записанной при участии Селены Гомес, дебютировали с 21-й строчки в чарте Спотифай Глобал Дейли. Количество прослушиваний составило 2 миллиона 800 тысяч. В чарте Спотифай США песня дебютировала с 12-й строчки. Количество прослушиваний составило 700 тысяч. Дрейк со своим шестым студийным альбомом «Sort to Love Boy» вернулся на первую строчку в чарте Billboard 200. Недельные продажи составили 94 тысячи копий. Вот, собственно, и пришло время озвучить результаты музыкальных чартов. На этой неделе лидером чарта Billboard Artists 100 стала Taylor Swift. В чарте Billboard 200 на первой строчке сингл «Furless Taylor Swift». В чарте Billboard Hot 100 на первой строчке «Stay» Акидла Рой и Джастина Бибера. На первой строчке чарта Spotify Top 200 также сингл «Stay». В российском чарте Spotify лидер трек «Tracks a Mania Gone Float». В чарте Яндекс.Музыка лидирующую строку занимает трек «Зоопарк» от 10H. Лидер «Шазаму Минчан» и на этой неделе «Морнинг» от «Орлов». На сегодня, собственно, и все. Смотрите и слушайте хорошую музыку. Вы смотрели программу новостей шоу-бизнеса на телеканале Европа Плюс ТВ Беларусь. Программу подготовили Маргарита Кочанович, Диана Танина, Анастасия Кравченко и Владимир Мухортов. Партнер программы – музыкальная школа «Джем». Продюсер – Андрей Буяльский.